Мы хотим видеть перед собой чистого возвышенного человека рядом с собой, да? И если он в прошлом как бы не был чистый возвышен, то это нам не нравится. Нам это не нравится. И это нормально. Нам неприятно, что человек в прошлом совершал грехи. Нам это неприятно. Но мы же сами как бы выбрали этого человека. Нас никто за уши не тянул. Но это значит, что я эти грехи не заметил в нем. Это значит, что я сам подобные грехи в прошлом совершал. Если я не замечаю чего-то, значит я сам такой. Потому что если я что-то замечаю, то это значит, что я уже не такой. Есть еще один момент очень важный. Он заключается в том, что не надо идеализировать людей. Все люди грешные, плохие. Все люди плохие. Но если человек хочет быть лучше, это здорово. Вот это надо радоваться этому, что человек хочет быть лучше. Это самое главное. Как один наставник монастыря. Он как бы просто занимался своими делами. И к нему прибежал с улицы человек. Говорит, посмотрите там, ваши монахи дерутся. Вам, вас это как бы не удивляет, что они вот монахи у вас и дерутся между собой. Он говорит, дерутся. Мне не удивляет, говорит. Вот меня удивляет, что они вот были грешниками в прошлом, там, наркоманами, пьяницами. Все попросали в результате того, что послушали мои лекции. Стали монахами. Меня это удивляет. Очень сильно удивляет. А то, что они были грешниками как бы раньше. И сейчас еще чуть-чуть дерутся. Меня это не удивляет. Если же человек жил неправильно, но взял ответственность, женился там. Это удивительно. А то, что он как бы там что-то не так делал. Чего тут удивляться? Почему вы удивляетесь этому? Удивляетесь, что он исправляется. Вот чем надо удивляться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!